Бот ответил автоматически, что да, мы получили, спасибо вам за рекомендацию, а дальнейшее все общение по результатам рассмотрения уже идет непосредственно с рекрутерами. В Казминерал служи на протяжении нескольких лет действует реферальная программа. Мы сегодня поговорим о ней, но начать я хотела бы с такого вопроса, который нередко также вижу в комментариях, в социальных сетях. Возьмите жену, чтобы мы могли жить и работать вместе, а то семья ломается из-за вас, то есть из-за работы. Вот что вы говорите таким авторам? Это в целом такой веселый запрос, разбираетесь внутри семьи. Мы можем принимать родственников, в частности мужа и жену, на предприятия группы, но каждая ситуация рассматривается на предмет наличия конфликта интересов. Родственники не могут работать в подчинении друг другу. Или если работать в таких департаментах, где есть риск распространения конфиденциальной информации. Поэтому каждый случай рассматривается на предмет наличия конфликта интересов. И таких кандидатов мы рассматриваем в соответствии с нашими политиками. Итак, в компании могут работать близкие родственники, друзья и так далее. В частности, они же могут друг друга рекомендовать. И все это происходит в рамках реферальной программы. Что это за программа, как она действует и какие основные ее правила? Общий смысл реферальной программы это, что сотрудники могут рекомендовать своих знакомых, бывших коллег на открытые вакансии группы. Мы решили регламентировать этот процесс, чтобы он был максимально прозрачным. Горнорудная индустрия в целом, рынок труда достаточно узкий. И наши сотрудники могут знать других людей из горнорудной индустрии. То есть условно наш основной принцип, что профессионалы знают других профессионалов. И это сокращает сроки закрытия вакансий. Статистически рекомендованные люди быстрее адаптируются, потому что они лучше знают культуру. Также идет продвижение HR-бренда компании. То есть если вы своему другу рассказываете хорошие вещи о компании, и он благодаря вам хочет работать, это улучшает осведомленность вообще людей и улучшает вот этот бренд компании. Ну и в целом приятно, когда компания к тебе прислушивается, когда твои советы воспринимаются. Давайте теперь поговорим про механизм самой программы. Каким образом люди могут рекомендовать своих друзей, коллег? У каждого рекрутера в подписи сейчас есть ссылка и QR-код, по которому можно пройти, чтобы порекомендовать. Также распространены лифлеты с этим QR-кодом на предприятиях. То есть вы просто наводите телефон на QR-код, и он вас перекидывает в HR-бот на базе WhatsApp. Там есть несколько вопросов, которые вы заполняете, фио-рекомендателе, фио-рекомендованного, кем приходится вам рекомендуемый кандидат, и вы прикрепляете резюме. Все, больше ничего делать не нужно, мы получаем это резюме, и после рассмотрения рекрутер вас информирует. Например, что да, кандидат подходит на открытую вакансию, он будет рассмотрен, и по результатам рассмотрения мы повторно вас проинформируем. Либо сразу получаете информацию, что нет, к сожалению, рекомендованный кандидат не подходит на открытые вакансии. Насколько мне известно, раньше люди спрашивали, вот я порекомендовал и не получил никакой обратной связи. Сейчас какой-то механизм продумок по тому, что отвечаете, и всем ли отвечаете? Всем отвечаем, да. То есть, опять же, если сразу идет отказ, мы сразу информируем. Если кандидат будет рассмотрен, то мы информируем только уже после завершения рассмотрения кандидатов, всех кандидатов на эту вакансию. То есть, получается, что рекомендованный человек, по сути, в дальнейшем проходит все те же самые этапы соискания, как и внешние кандидаты. Да, абсолютно. С единственным уточнением, что рекомендатель не имеет права участвовать в процессе отбора. Ну, естественно, чтобы не повлиять на принятие решения. Но в будущем они могут работать в одной команде? Да, если это бывшие коллеги, да. Я слышала, что те, кто рекомендуют, и, собственно, те коллеги, у которых рекомендация прошла успешно, получают какие-то баллы. Что это за баллы, и что потом происходит с ними? Да, у нас есть система начисления баллов за успешные рекомендации. Успешные рекомендации — это когда мы приняли человека, и он прошел испытательный срок. Это также регистрируется в базе, и один раз в год мы подводим результаты, и за позиции разного уровня начисляется разное количество баллов. То есть, если рекомендован и успешно трудоустроен рабочий, то это один балл инженерные специалисты, два балла, и руководящие должности — три балла. В конце года мы подводим результаты, и рекомендательным с наибольшим количеством баллов присуждаем значки признания. И выбираем рекомендателя года, которому вручаются три медных значка и благодарственное письмо от председателя управления. Это такие мотивационные инструменты, которые, в частности, помогают просто высказать наше признание за помощь в эффективном закрытии вакансий. Давайте поговорим о результатах тогда этой программы за все время, сколько человек трудоустроилось, каких, допустим, работников чаще всего рекомендуют и кто чаще устраивается. Чаще всего рекомендуют бывших коллег все-таки. Вообще реферальные программы действуют четыре года, и первые два года были достаточно активными. Было принято в год более ста человек по реферальной программе, то есть 2018-2019 годы. Дальше в связи с вот этим переходом платформы у нас объемы рекомендаций снизились. И сейчас мы планируем снова провести информационную кампанию, чтобы мы все вспомнили, что это возможно. И новая система подачи рекомендаций гораздо более удобная и быстрая. Какие есть пожелания, рекомендации, может быть, коллегам, которые, в принципе, готовы порекомендовать кого-то, но пока еще сомневаются, стоит ли, и вообще очень сложно все это, может быть, считать? Ну, во-первых, это несложно, это приветствуется, в этом нет ничего плохого, потому что в любом случае есть вот это ощущение, что, может быть, это неправильно рекомендовать каких-то своих знакомых или коллег, а это нормально.